Вероятность контактов между древними полинезийцами и коренными американцами давно интересовала исследователей. Сторонники таких контактов опирались на ботат и бутылочную тыкву среди археологических находок в Полинезии до Колумбовой Америки, но нигде больше. Однако критики утверждали, что распространение этих культур могло происходить не только при помощи человека. Норвежский исследователь Тур Хиердал спорно предположил, что доисторическое население Южной Америки сыграло важную роль в заселении Восточной Полинезии и особенно острова Пасхи Рапануи. Несколько ограниченных молекулярно-генетических исследований пришли к противоположным выводам, и эта возможность также горячо оспаривается и по сей день. Рапануи считался наиболее вероятным местом контакта с древними американцами, поэтому предыдущие исследования были сосредоточены на этом месте как в самом близком к Америке населенном острове Полинезии с наиболее развитой мегалитической культурой. А в новой работе были проанализированы геномы 807 человек из 17 островных популяций Полинезии для выявления признаков примеси с коренными американцами из 15 групп Тихоокеанского побережья и континентальными связанными популяциями. Множественные события смешения в Полинезии. Различные методы и анализы показали, что Тихоокеанские островные популяции характеризуются значительным полинезийским компонентом, но у многих также присутствует и европейский компонент от колониальной примеси. Однако в Восточной Полинезии была обнаружена примесь коренных американцев даже при использовании образцов до Колумбового периода. При этом на самых восточных полинезийских островах, в частности островах Полизер, Маркизских островах, Мангарева и острове Пасхи выявлено два компонента предков коренных американцев, в отличие от других, и эти компоненты характерны как для современных, так и древних популяций Центральной и Южной Америк. При этом южноамериканский компонент, который наиболее распространен у коренных народов Америки Мапу Че и Пехуэнче из Чили, у представителей Рапануи увеличивается пропорционально европейскому компоненту, что согласуется с идеей о том, что индейский компонент прибыл на остров Пасхи вместе с испанским европейским компонентом, благодаря миграции смешанных чилийских представителей после того, как остров был аннексирован Чили в 1888 году. В отличие от этого Центральноамериканский компонент, характерный для коренных мексиканцев, Михиэс Апотеков и коренных колумбийцев Сину, на Рапануи ассоциируется только с полинезейским компонентом, но никак не с европейским или южноамериканским компонентом. А это говорит о том, что Центральноамериканский компонент прибыл на остров Пасхи независимо от европейского компонента. Кроме того, в отличие от южноамериканского, Центральноамериканский компонент коренных американцев слабо отличается между представителями Рапануи, а это указывает на то, что он происходит от более древнего события примеси. Сегменты ДНК коренных американцев у представителей острова Пасхи имеют совокупное распределение длины, которое указывает на первый контакт за несколько столетий до того, как в этом регионе Тихого океана появились европейцы. Примечательно, что Центральноамериканский компонент встречается и на других отдаленных к востоку полинезийских островах, таких как Полизер, Маркизские острова и остров Монгарева и имеет столь же раннюю расчетную дату примеси. Помимо этого, европейское происхождение у полинезийцев соответствует европейским популяциям, которые колонизировали острова. Например, европейский компонент у жителей Французской Полинезии соответствует французским образцам, а жители острова Пасхи с южноамериканской примесью смещены в сторону испанских эталонных образцов. Однако другие представители острова, имеющие европейскую примесь, но без южноамериканской, объединяются в основном с французскими образцами, что согласуется с французским происхождением первых европейских поселенцев на Рапануи. Используя метод идентичности по происхождению для европейских сегментов ДНК у полинезийцев, исследователи обнаружили, что многие жители островов Французской Полинезии по европейскому компоненту группируются вместе, при этом отдельно от жителей острова Пасхи. Единственная европейская связь Рапануи с островом Мангарева может отражать перемещение французских католических миссионеров от острова Пасхи в 1871 году. Родословное коренных американцев в Полинезии В соответствии с анализом примесей, который показал наличие центральноамериканского компонента у островитян Тихого океана, все эти предки попадают в состав или рядом с индейским народом Колумбии Сину. Исключение составляют только представители Рапануи с высокой долей европейского происхождения. Как и ожидалось, их компонент коренных американцев, близкий к Мапуче и Пехуэнче, вероятно попал на остров параллельно с европейским компонентом благодаря уже смешанным чилийским переселенцам. А вот жители острова Пасхи без европейского происхождения также группируются с колумбийским народом Сину. Помимо чилийской аннексии острова Пасхи в 1888 году и редких случаев взаимодействий с экипажами кораблей, единственными зарегистрированными событиями, потенциально связывающими жителями Тихоокеанских островов с коренными американцами являются набеги перуанских работорговцев в 1862-1863 годах. В течение этого времени тысячи жителей Тихоокеанских островов были насильно вывезены в Перу в качестве подневольных рабочих, в том числе 1407 жителей Рапануи. Однако после международного скандала было организовано несколько рейсов по возвращению островитян домой, но вспышки оспы на борту привели к тому, что лишь малая часть пассажиров вернулась в Полинезию живой. В наборе данных из этого исследования было зарегистрировано 24 вернувшихся человека только на двух островах Рапануи и Рапаити. Однако учитывая, что в Полинезию вернулось очень мало людей и все они идентифицировали себя как островитяне, а их плен в Перу длился всего несколько месяцев, маловероятно, что этот эпизод привел к какой-либо существенной примеси родословной коренных американцев-полинезийцев. Но такие объяснения имели место быть, ведь для примеси достаточно и нескольких минут, хотя в любом случае компонент коренных американцев, который прослеживается у самых восточных островитян, в том числе и на отдаленных островах, не затронутых возвращением, происходит от коренного американского населения, которое проживало к северу от Перу. Локализация предков коренных американцев, которые внесли свой вклад в полинезийцев, согласуется с несколькими лингвистическими, историческими и географическими наблюдениями, которые подтверждают их происхождение в северной части Южной Америки. Хотя поверхностное сходство между статуями на отдельных восточных полинезийских островах и статуями до Колумбового периода в окрестность Оксана Густина Колумбии уже давно замечено, более весомые аргументы опирались на полинезийское слово, обозначающее батат – кумара. Похожее слово было связано с северной частью Южной Америки и Перу, где оно и возникло. Помимо этого, именно к северу от Перу природный ландшафт меняется от пустыни к лесам, пригодным для строительства лодок. Авторы предполагают, что именно от Тихоокеанского побережья Колумбии и Эквадора американские индейцы отправлялись в путь для торговли с Мезоамерикой на больших парусных плотах, сделанных из бальзового дерева в период с 600 по 1200 год. Моделирование ветров и течений с Тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки показало, что дрейфующие плоты, отплывающие от Колумбии и Эквадора, с наибольшей вероятностью достигли бы южных маркизских островов Полинезии, за которыми следует группа островов Туамоту. Оба этих архипелага лежат в самом сердце региона, где был обнаружен компонент коренных американцев из Колумбии. Круглогодичные ветры пассаты и южное экваториальное течение движутся в этих широтах с востока на запад, направляя лодки из северной части Южной Америки к архипелагам. Турхиер дал на плоту из бальцевых бревен контики, испытал на себе эти природные явления в своем знаменитом путешествии из Южной Америки в Полинезию. По той же причине маркизские острова и Туамоту были бы наиболее вероятным начальным этапом для путешествия из Полинезии в Америку, но уже с подветренной стороны. Датировка контактов между полинезийцами и коренными американцами Предполагаемые даты примесей между коренными американцами и полинезийцами схожи на разных островах, за исключением острова Пасхи, где рапануйцы, не имеющие европейского колониального происхождения, показывают несколько более позднюю дату примесей от коренных американцев в 1380 год, в отличие от маркизских островов Монгарева и Полизер, где эта примесь зафиксирована от 1150 до 1230 года, и скорее всего это было одиночное событие примеси. При этом стоит отметить, что остров Пасхи является одним из самых сложных мест для изучения и датировки доисторических контактов с коренными американцами в Восточной Полинезии. А вот европейская примесь хорошо соответствует периоду европейской колонизации в регионе, через сотни лет лет после контактов полинезийцев и коренных американцев. А теперь подведем итоги. В своей работе авторы приводят довольно убедительные доказательства древнего контакта полинезийцев и коренных американцев, наиболее тесно связанных с древними жителями современной Колумбии, при этом за сотни лет до европейской колонизации Америки и островов. Более ранняя дата примеси, около 1150 года, получена для самого южного острова Маркизских островов Фатухива. И эта примесь, скорее всего, произошла еще до заселения острова Пасхи, на который этот компонент попал уже с заселившими его людьми. Помимо этого, наличие примеси не обязательно указывает на целенаправленный маршрут индейцев более чем за 6000 километров. Скорее всего, случаи течения и ветры сыграли в этом деле ключевую роль. Хотя время контакта совпадает с периодом, когда по данным некоторых исследований полинезийцы совершали самые длинные путешествия между островами Тихого океана от Гавайев до Новой Зеландии и Рапануи, поэтому исследователи не исключают и альтернативные сценарии. По одному из маловероятных, но не исключенных сценариев, полинезийцы доплыли до Америки и вернулись назад уже с индейцами или в составе смешанной популяции. А по другому сценарию, когда полинезийцы прибыли на Маркизские острова, там уже проживали коренные американцы, занесенные ветром, образно говоря, потому как даты примеси совпадают с датами заселения островов. Кстати, обратите внимание, что результаты исследования отличаются от предположений Тура Хиердала. А в целом, результаты работы демонстрируют важность генетических исследований современных популяций, которые позволяют при больших размерах выборки и в сочетании с другими методами разгадывать сложные исторические загадки. Это уже не косвенные и противоречивые лингвистические, ботанические и археологические данные, здесь факты повесомее. Но я на этом не прощаюсь и буду дальше по возможности следить за новостями науки, так что не забывайте подписываться на канал.